Привет, земляне! С вами Брис! И нет, я не перепутала каналы, я всё правильно говорю, всё как надо. Сегодня речь пойдёт о нашем общем канале и о наших видосах про Гачу, про Гачу комьюнити, чтоб её и сразу дисклеймер, который никто не будет читать, поэтому я его озвучу, потому что меня вы не промотаете. Здесь будет, скорее всего, очень много мата, много хейта, много негативного мнения. Будет, конечно, и не негативное мнение, но если вы уже сюда зашли и начали смотреть, то не надо писать комментарии, не дослушав меня до конца, окей? И самое-самое главное, вы должны запомнить, что любое комьюнити, конечно же, имеет в себе адекватную часть. В Гаче есть очень много адекватных Гачеров, которые делают просто прекрасные анимации, реально, даже я их смотрю. Делают хороший, отличный контент, но сегодня мы не говорим о них. Просто знаете, что когда я говорю о Гачу комьюнити, я не имею в виду вот эту вот адекватную её сторону. Сегодня я хочу поговорить про ту сторону, которую никто из нас не любит. Ну, в общем, вы поняли. Ну, а мы приступаем. О Гаче я узнала ещё, естественно, до того, как мы решили сделать это видео. Я сижу и в ТикТоке, и там мне часто попадаются в рекомендации ролики Гачеров. Иногда хорошие, я даже лайки ставлю, там, комменты пишу, ну, естественно, надо же продвигать контент, я понимаю. Иногда попадаются что-то более кринжовое, что явно сделал ребёнок. Сразу хочу сказать, что я не хейчу детей, особенно маленьких детей, которые ещё не понимают, что они делают. Но, к сожалению, из-за того, что они не понимают, что они делают. Плюс они ещё какие-то агрессивные все до пизды. Из-за них комьюнити Гачи имеет плохую репутацию. Вы можете говорить что угодно, но я как человек, который не относится к Гачи комьюнити, вообще никоим боком. Я не состою в ней. Я знаю, что люди о ней говорят. И, к сожалению, плохого почему-то там больше, чем хорошего. С Гачи, как я уже сказала, я знакома, анимации видела. Я прекрасно знаю, что это просто игра. Это одевалка, не знаю, как хотите, так и называйте. Мы не рассматриваем другие функции, потому что большинству Гачеров они нафиг не сдались. В основном это просто приложение, где ты создаёшь себе персонажа, разбиваешь его по частям и идёшь его анимировать, если ты умеешь анимировать. Если ты не умеешь анимировать, то ты делаешь слайд-шоу на убогом фоне в самой игре с никами поверх. Ну, в общем, вы понимаете, о чём я говорю. Когда мне Перпин предложила записать видео про Гачу, мы сразу поняли, что это, по факту, отличная идея, потому что нас смотрит много Гачеров, и это значит, что мы можем получить много просмотров, много комментариев. Но когда она только предложила, я ей сказала нет. Я сказала, что я не хочу этим заниматься, я не хочу делать обзор на Гачу. Несмотря на то, что эта тема хайповая во все века, я просто понимала, что люди не поймут, что это не обзор. Мы развлекательный канал, мы шутим шутки, мы рассказываем серьёзные вещи, возможно, но с несерьёзной подачей. Мы постоянно рофлим, шутим тупо, в общем, как хотите, это так и называйте. И Гача видео не стало исключением, мы сделали всё абсолютно точно так же. И, как я уже говорила, мы словили кучу хейта от Гачеров. Нет адекватной стороны Гачеров. Адекватная сторона Гачеров писала много позитивных комментариев, люди говорили, что они посмеялись, что всё отлично, всё окей. И мы как бы понимаем, что да, видео-то на самом деле окей. Но сколько же было комментариев от неадекватных Гачеров, от буквально детей, которые стопудово младше 13 лет. Потому что я в жизни никогда не поверю, что такие комментарии будет писать человек старше. Потому что либо он совсем тупой и необразованный, что не научился писать к 20 годам. Ну, либо что-то ещё, в общем, вы поняли. Я просто не понимаю. Казалось бы, всё окей, всё прекрасно, сделали шуточное видео, все посмеялись, нас обосрали. Перпин, конечно, всё это не читала, она знала, что там будут хейтеры, она не читает заведомо комментарии, зная, что там будут хейтеры. А я их читаю, моя жопа сгорает, и потом я иду записывать вот такие вот ролики. Начнём с того, что как раз из-за этих людей роликов про Гачу, скорее всего, 80% шанс, что мы больше не будем делать никаких роликов про Гачу. Нет, никогда. Я знаю, что есть там Гачи аниматов, вся вот эта фигня, но обзор на это делать тупо нет смысла, неинтересно. Плюс мы не хотим третьей волны хейта, нахрен она нам надо, вот скажите, вот зачем. Казалось бы, такое большое комьюнити, столько там людей, столько адекватных людей, столько пространства для работы можно делать персонажа не умея рисовать, можно санимировать персонажа не умея рисовать, но при этом там абсолютно отвратительное злое комьюнити, которое обсирает новичков. Речь не про нас, но когда приходит какой-то новый Гачер, который ещё ребёнок, который ещё не умеет играть, и хочет научиться играть, выкладывает там свой, возможно, даже не видос, а первый скриншот, и его обсирают, это просто отвратительно. Это унизительно, что вот такое просто есть, это просто пиздец, я не знаю. И если вы скажете, вот ты вот, если уж тут наезжаешь, то ты хоть прикрепи факты, чё ты вот опять обсираешь этих Гачеров, ну блин, окей, окей. Зашла под наши видосы, просто решила посмотреть комментарий, и выбрала для вас парочку комментов, которые сейчас мы почитаем. Итак, первый коммент. Что значит не нравятся цвета? Блядь, какая там вся палитра? Вот скажите мне, у человека, не знаю, проблемы со зрением, он знает, как выглядит цветовой круг? Вот вам скриншот цветов из Гачи, вот вам цветовой круг, давайте мне скажите, что там в вашей Гачи есть все цвета. Давайте скажите мне, что вот это вот, комментарий это не хейт. Да, скажите мне, что вот это не хейт. Конечно, это просто пиздец, я не понимаю. Человек не понимает, что значит красивые цвета. Да, возможно, для кого-то эти цвета красивые, но есть теория цвета, есть вся вот эта вот хрень художественная. Шторая создана специально, чтобы люди создавали прекрасную палитру, чтобы персонажи нравились. В гачи хорошие палитры, только пастельных цветов. Наши персонажи не пастельных цветов, мы не будем использовать пастельные цвета только ради того, чтобы выбрать хорошие цвета, мы брали яркие цвета. А яркие цвета там просто ужасные, вы можете мне заливать сколько хотите. Но я это вам говорю как человек, который рисует, возможно плохо рисует по вашему мнению, но не важно. Цвета там просто ужасные и можно было сделать все-таки лучше. Если мнение адекватное, а у нас было адекватное мнение, естественно, никакого прямого хейта типа вот разраб дебил не было. Но люди этого не понимают. Ну а что вы ожидали? Делайте норм разбор и хейта было бы меньше. Блядь, это не обзор, я не знаю, это не разбор, это развлекательный контент. Не заходи на развлекательные каналы, если ты не готова к такой реакции. Заходи в реальные каналы, которые делают реальные обзоры и не жалуйся. Я тебя ненавижу, ты просто такая всерожгача. А теперь, вот еще раз, прочитайте этот комментарий, Саби, про себя еще три раза. И скажите мне, что его написал человек, которому больше 10 лет. Вот просто скажите мне это прямо в лицо и окей. Вот почему каждый просто может обзывать игры, не зная их нормального вида. Вы типа, например, смотрели видео про гачи, вы хоть видели их персов, они прекрасны, просто подучитесь их делать. Я не обсираю вас, хотя могла бы сказать вам несколько слов, два восклицательных знака. Я должна объяснять, почему этот комментарий считается хейтерским, нет? Почему? Ой, блядь, я не знаю, все, дальше, пофиг. Я не хейчу, но ты поставила 2 из 5, только потому что твой перс не похож. Блядь, вот за это, вот за эту фразу мне прилетело вот очень много. Вот мы сидим, шутки тут придумываем, пошутили. Скажу честно, я в этот ваш плеймаркет даже не заходила, никогда не ставила никому оценки. И ваша гачи не стала исключением, мне просто пофиг, какая там будет оценка. Откуда я знаю, что это рофл? Ну, конечно, откуда же тебе знать, что это рофл? Ты же думала, что ты зашла на канал с серьезными вещами. Конечно же, ты не понимала, что это рофл. Зачем? Что же я вам гачи сделала? Боже мой, она же, она просто игра, блин, пойду плакать. Я не знаю, господи. А ведь есть гачеры, которые вас обижают, а вы их просто вкусы обосрали. Ну, ладно, окей, обосрали, так обосрали. Что поделать, что люди не понимают, что это не так. Хватит обсирать гачи на лайф. НОРМАЛЬНОЯ ИГРА Ммм, да, обзывайте, игра про устри, господи. Я не знаю, что сказать. Вот я должна как-то это комментировать, по идее, но мне тупо нечего сказать на этот счет. Луния Тукача один год делала, вы посираете реал, хватит. Ладно, супер длинный коммент, я не буду его читать. Сочетаю только вот это, соболезную вашим мозгам, если вы думаете, что я хейчу. Конечно, вот это вот предложение абсолютно никак не оскорбляет нас. Абсолютно очень позитивное, это очень доброе. А вы кто такие, чтобы гачи засирать? Чё, а, обсирать, ну неважно, кто вам дал право обсирать гачи? А-а-а-а, блин, окей, окей, прости, чувак, больше никогда, никогда мы не вернемся к этой теме. Господи, лучше бы вы поржались у своих скинов. Здесь человек пытался задеться живое, он хотел сказать, что мы рисуем хуже, чем сделано в гачи. Естественно, мы ответили, это же невозможно, ну такой коммент, просто невозможно пройти в него, но сами посмотрите. Я очень случайно увидела эту упоршку в рекомендациях, и мне стало интересно, как они это все сделают. А-а-а-а-ай, я не хейчу, я просто высказала свое мнение. И я не знаю, я не знаю, блядь, что сказать, я могла бы что-то сказать, но реал, не могу, вот, понимаете, не могу. Мое уважение к вам после этого видео. Ву-у-у-у-у. Ладно, все, все, хватит комментов, я задралась их и так сохранять, мне это всю хрень потом удалять с компа То есть, вот вам пример реальный, почему мы больше не вернемся к гаче Этот видос делаю, конечно, я, но дело в том, что это наше, скорее, общее мнение Возможно, мы с Перпин не сходимся в 100% фактах, но мы сходимся в одном Нам неприятно, когда люди не понимают наш контент Нам неприятно, когда люди считают, что мы их обсираем, и поэтому обсирают нас, причем обсирают реально То есть, мы как бы никого не обсирали, мы не говорили никаких гадостей, а нас опосрали, причем уже с реальными гадостями Пожелания смерти там, конечно, были, но мне было очень лень их искать и вставлять Вот такое вот гачи комьюнити, очень позитивное, очень доброе Еще раз говорю, я знаю, что есть нормальные гачеры, им плюс уважение Я бы, конечно, с такими гачерами пообщалась, но, честно говоря, мое отношение к гачи комьюнити, как на последнем коменте, оно полетело просто вниз Не хотелось бы обижать, конечно, никого из-за адекватных гачеров, но именно по этой причине мы не постим никуда гачи обработки И все в этом духе, потому что мы не хотим просто нарываться на комьюнити Нам это не надо Все, мы закрыли тему с гачей, мы послушали адекватную сторону, сделали второе видео Но делать третье видео мы, скорее всего, не будем Возможно, когда-нибудь выйдет Возможно Но это прям навряд ли Вы должны понимать, что теперь мы не хотим, ну, никаких проблем Нам это не надо Это все читать просто пиздец как противно, я не знаю Поэтому я готова к хейту, вы можете говорить, что я кучу раз не права Но как человек, который просто прочитал эти комментарии, охренел Мое мнение теперь такое Гача делится на две половинки Адекватная взрослая сторона Там сидят люди, которым, ну, наверняка уже больше 16 лет Они создают контент, они делают анимации, они рисуют меми, вот эту всю фигню Они молодцы, они красавчики, они делают свою работу Они понимают, что это тяжело, они понимают труд художников Есть вторая сторона Дети, которым почему-то родители купили телефон Вместо того, чтобы дать кнопочный И они скачали этот гачу, ваш клаб, лайф, неважно Делают слайд-шоу и считают, что они молодцы и правы Они не понимают, что такое труд художника Они не понимают, как работает ютуб Они ничего не понимают, но зато они очень хорошо умеют обсирать людей Они наслушались мам, пап, тядь, теть, не знаю, соседок, одноклассников И теперь ходят, ругаются матом на других людей Вау, я не знаю В общем, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки Можете ставить, если я не права Но я всегда за адекватную конструктивную критику Если ваша критика не конструктивная, а вот такая, как здесь То извините, мы с вами, скорее всего, не сойдемся Ой, надеюсь, мой канал больше не будет иметь таких бомбящих видео Я предпочитаю спокойные и милые ролики Всем спасибо, еще раз говорю, за просмотр Подписывайтесь на мой паблик ВК, Инсту, Твиттер Что там еще есть, я уже не знаю Все ссылки в описании Всем хорошего дня и адекватных гачеров в комментариях Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok